здравствуйте друзья мы сегодня со светланой движемся по ночной дороге и тема на которую мы хотели поговорить это тема об инфляции в соединенных штатах я сегодня когда с утра говорил о том что мы там репу чесали чесали и пришли к тому что нужно немного поднять цену на курс который мы ведем я сказал что там дорожает все подряд и в общем надо как-то соответствовать расходы растут и я видимо напугал кого-то вот этим разговором пришли как же так вот это у нас инфляция там а как же в америке инфляция что за инфляция и я подумал что давайте мы поговорим на эту тему и я говорю не о той инфляции о которой пишут там где-нибудь википедиях или там знаете специалисты рассуждают корзину какую-то потребительскую и смотрят что там с ней происходит я говорю на уровне того что вот мы живем в кремниевой долине это все-таки специфическое место и здесь кое-что дорожает и вот я попросил светлану со мной на эту тему побеседовать в ключе в таком бытовом да вот что за инфляция такая то что мы наблюдали с точки зрения бизнеса я могу сказать что во первых конечно за счет того что зарплаты зарплаты за счет того что рент резко вырос стоимость жизни выросла вот свет поправь меня если неправильно считаю вот допустим четыре года назад человек приезжал в долину и мог за 1200 долларов снять one bedroom apartment квартиру сегодня эта квартира стоит 2000 то есть на 800 долларов дороже соответственно это 10 тысяч в год для того чтобы человек заплатил 10 тысяч в год при относительно невысоком заработке значит он допустим процентов 25 заплатит налоги таким образом чтобы у него осталось 10000 он должен заработать то может быть 13 это это вот только за только за жилье значит 13000 должен больше получить плюс растет постоянно страховка вот например наши со светой страховка за три-четыре года удвоилась цене это это большие большие деньги это речь речь идет о десятках тысяч в год но мы как бизнес покупаем то есть я говорю что это нам нам расход как бизнесу да ну как бы в нашем случае это одно и то же что частное лицо что бизнес но если вы сотрудник там какой-нибудь компании то соответственно этой компании становится труднее платить за вашу страховка она дорожает и дорожает дорожает соответственно у вас становится хуже страховка например у вас растет дедакта был соответственно вы должны пойти и каждый год на семью потратить лишние там тысяч 5 а может быть и 7 из кармана пока страховка начнет работать то есть меняются условия страхования поэтому поскольку людям нужно больше денег для того чтобы оставаться просто на том же самом уровне значит бизнесы должны платить больше зарплату и вот это уже начинается как бы инфляция такая на бизнес уровне давай свет об инфляции на уровне бытовом потребительской вот мы живем у нас там но какая-то жизнь я тебе так скажу что инфляцию легче отследить на большом отрезке времени давай и вот когда мы только приехали в долину это был год девяносто второй дат из прошло сколько лет 90 а из сан-франциско это было август девяносто второго до прошло уже сколько но 23 года сняли квартиру это было практически это было корнея с тремя спальними хотя она числилась двумя спальними это была большая квартира три спальни до 3 спальни и не за нее платили 995 970 даже 90 тысяч долларов мы платили до меньше тысячи долларов за эту квартиру наша первая недвижимость это двуспальную квартиру двумя спальнями мы купили за сто тридцать тысяч девяносто третьем году давай тогда мы сравниваем цены значит сегодня сегодня в этом доме квартиры стоит 800 850 тысяч до которая стала 130 и на рент то что вы снимали за тысячу сейчас это идет там даже за 33 203 303 500 такого уровня то есть она вот это то что определяет собственно говоря стоимость жизни потому что у нас основные деньги они уходят на жилье независимо от того рент это ориентованное жилье или человек платит основные деньги уходят именно сюда значит что мы заметили очень сильно в 2009 году когда была рецессия и в этот момент бензин был очень дорогой с подорожанием бензина вдруг резко подорожали все продукты это стало заметно перевозки дорожают когда подорожали перевозки мы сказали ну ладно понятно то бензин дорогой подорожали перевозки сейчас бензин очень дешевый но эти продукты не подешевели нет они остались той же цене то есть за то что они подорожали в 2009 году резко заметно что все выросло каждый продукт там пересчете на паун где-то вырос на доллар и это стало сразу заметно то есть мы говорим об инфляции в отношении продуктов питания и продуктов питания недвижимости контрактов и соответственно очень сильно выросли вот того что зарплата меня зовут вот пожалуйста примерно 2006 году мы на наш большой дом у салтас огромный дом на наш большой дом мы поставили вот система отвода воды с крыши и тогда нам вся система на весь дом на огромный большой на площади 300 фунта в одном уровне до 300 квадратных 300 квадратных метров в одном уровне что-то 6 половиной тысяч это был 2006 год сейчас 2017 год но 10 лет спустя и эта система уже стоит на сквозь на гораздо меньшем доме то есть вот то как она растет я не знаю какими статистиками это все это тоже компания те же до теста когда у них спрашивали ребята почему же так вот мы же у вас упали бы лучше конечно еще скидку дали потому что мы у них 2006 брали такого еще дороже стоит вот но во всяком случае афляция конечно есть но вырастают зарплаты тоже то есть если например девяносто восьмом году я получал на контракте там 65 долларов в час это были очень большие это были чудовищные для тестера это было вообще что невероятное то а сегодня 6 долларов час это вроде даже и небольшие деньги но это не больше не то что тогда конечно тогда это было просто мы не знали никого кто бы получал в тестировании такие деньги сейчас сейчас полно народу который для автоматизацию прилично делают они и 75 получают и я знаю вот все наши знакомые которые работают на фулл-тайм да когда я допустим на контракте получала там 65 долларов час но когда я пошла в микрософт по моему мне дали зарплату шестьдесят пять тысяч в год из меня нет 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 у меня было восемьдесят тоже мне дали санин бонус на дороге руки не дали еще санин бонус большой и первые два года у меня было прилично сама зарплата у нас было 65 я вспомнил они потому что у них тогда не было надбавки для кремниевой долины они платили такие же деньги как в светле ну а потом надбавка появился 15 процент на надбавка да правда но просто разговор идет к тому что сегодня это заметно я скажу так больше денег не получать если бы сегодня если бы сегодня спад ту свету которая была если бы ее сегодня нанимали в микрософт то при ее квалификации и бы дали 1120-130 может быть и больше но 120-130 сегодняшняя цена все наши знакомые которые уже работают много лет тестировщиками они же получают свыше 100000 за 100000 получают люди даже с двумя-тремя годами если стараются и даже поэтому тогда таких зарплат не был то есть она все потихоньку растет это как естественно я знаешь какой пример привожу когда я пошел работать вот на первую свою работу тестером это был 92 год август 92 там было много русских все все знали зарплаты друг у друга и вот я хочу сказать что зарплата программиста с пятью годами опыта тогда было что-нибудь сорок пять тысяч там даже не 50 45 48 даже это было много но это вот еще вот си сегодня программист с пятью годами опыта а это 150 кому историк света что ты что ты вот это 150 тысяч и даже не носи плац-плац как тогда ребята писали скажем на пайтоне поэтому зарплаты действительно сильно выросли если мы смотрим на 92 3 но тут еще дальше возвращаясь к майкрософту к 98 году там когда ты пришла в майкрософт в то время был бум интернет а после этого зарплаты очень сильно упали и люди которые получали 50 долларов в час радостно бежали когда я предлагали 30 и они радовались потому что до этого несколько месяцев ходили вообще ничего найти не могли поэтому если мы говорим про инфляцию то это может быть правильнее сравнивать с 98 года был пик 99 их зарплат а вот может быть там рост зарплат рост рост цены тогда инфляция которая нас есть здесь в америке это как бы нормальные это не там 200 процентов это даже не 25 до этого происходит течение времени да все дорожает и я думаю что ты естественно процесс абсолютно любой стране если где-то нет каких-то зашкаливающих катаклизм и все сыпется и все рушится и что-то все падает и растет тут еще тонкость том что жилье например может удвоиться в сцене иногда бывают моменты когда жилье за 3-4-5 лет удваивается в цене хотя статистически вот пишут что за каждые 10 лет он так надежно удваивается из этих десяти когда удваивается есть допустим 3-4 за которые это реально происходит и вот значит что мы имеем жилье вроде бы удвоилось спрашивается а как инфляция но дело в том что подавляющее большинство людей в эти там три-четыре года они не покупают жилья они где-то живут либо они все время живут в съемном либо они уже давно купили что-то какой-то недвижимости живут в ней то есть на как бы среднестатистическом американцы она может быть как-то сказывается за то что жилье растет но не безумно а кроме того жилье никогда не растет абсолютно всю то есть если только это не инфляции просто деньги дешевле поэтому получается такая история что от кремниевое долине жилье за последние там несколько лет там удвоилась за четыре года за 5 до за ты не жилье нет это стоимость жилья ну но не удвоилась почти удвоилась там 80 процентов 85 такого плана это не значит что по всей стране такое произошло поэтому очень много зависит от того где ты собственно живешь и что там происходит сегодня очень интересная тенденция которая дальше будет только прогрессивно развиваться какая это удаленный доступ к работе то есть вот то есть сегодня мы знаем людей которые работают удаленно на систематической основе и это дает полосальные возможности жить там где жилье дешевая работа хорошо платит это развивается я скажу другое другая есть тенденция тоже очень интересно состоит она в том что люди работают ездят на работу у них присутствие не помнишь как у научных сотрудников были вот в ссср значит у них присутствие людей может быть там два в неделю может быть три у кого как и я знаю людей которые живут например с они были да вот мы с тобой знаем людей а работают в сан-франциско и в сан-франциско появляется там два раза в неделю а три раза на три дня в неделю работают из дома и сейчас такой софтвер есть вот который используется для этих целей что там на секунду не отключите то есть этот софтвер показывает когда ты работал когда ты чай пил но я утрирую насчет чая но я мышкой не найти мышкой не водил по клавишам не пил значит где-то там был непонятно поэтому что я хочу сказать что этот это прогрессирующая тоже тенденция компаниям это позволяет компаниям это позволяет я не знаю может быть они немножко меньше тоже могут платить в этой ситуации как как удобство но во всяком случае не нужно столько места помещения офисного вот этого space и пространство нужно меньше аутсорсинг тоже как бы присутствует но это мы сейчас говорим о тех кто в сша живет нет людям удобно компаниям удобно другое дело что управлять до таким коллективом сложно но они учатся на вы например знаем у нас это повсеместно очень часто например что компаниями это свое представительство то есть них хэдкутер находится где-то на том берегу да здесь находится там большие и они только по телефону общаются то есть менеджер skype skype в видеоконференции да и все то есть спасибо стихоньку потихоньку набирает обороты потому что специалистам много хороших силиконовой долине да и жить могут делали при этом я не понял связь специалист силиконовой долине что он делает но он может работать и на компанию который находится в пенсильвании так если это обычно наоборот если ты живешь пенсильвании тебе смысл работать на компанию дарить уже тебе дешевле мы знаем что я знаю очень много народу как у нас тут да у которых от ботер находится на берегу ну да все менеджеры находятся там а здесь это правда у них куда удаленные офисы такие дай ремонт офис это другое немножко но в общем инфляция имеет как бы помимо общенационального характера вот что мы хотим сказать да какая-то большая такая дорында тут идет кроме общенационального характера инфляция имеет еще и локальный тоже характер там где много денег там где много денег там неизбежно значит даже даже выше зарплаты цены и так далее суши меня я хочу выскочить а там сзади меня подпирают не дают не дают выскочить прямо обожать обижают меня да друзья вы не представляете что творится на дороге мы за этой фурой встали и не можем выскочить двумя мигает то ли она остановиться вообще хоть нет я это просто тяжелая нас пропускать нас пропускают нас нет слушай но вообще чувак так все там вежливый попался индейец нас пропускают хорошо так с точки зрения давай так посмотрим вот человек хочет приехать в америку да вот он новый иммигрант его как-то цепляет инфляция вообще вот нового иммигранта первые пару лет пока есть инфляция относительно того периода жизни который ты жил раньше а есть инфляция как абсолютная цифра например сколько сегодня чем должен платить за арен это не процесс инфляция а это то сколько сегодня что-то стоит но вот известно что жилье сегодня стоит столько тогда 10 лет она стоила меньше но эти времена ушли все сегодняшний человек это может не называться для него инфляция называется сегодня вот так вот столько стоит я другом вот человек сегодня приехал или он собирается приехать в мае месяц и он говорит ребята а что у вас с инфляцией не получится ли что инфляция там такая большая что вот да он боится этой инфляции на будущее но для я скажу так мое понимание такое что сейчас жить силиконовой долине уже новыми мигрантам очень и очень тяжело отчаянные смельчаки которые говорят я буду жить силиконовой долине здесь очень дорого если нацеливаться на всю остальную америка то там народ живет синим там там по америке что-то 1060 по-моему на семью не так много 55-60 то есть не стали прекрасно можно жить на эти деньги я вас уверяю они едят не самую плохую еду и дома у них не самые плохие и всего нехорошо я думаю вот чего давай скажем когда человек в стране новичок то у него во всяком случае первые там лет пять-семь может быть у него доходы растут гораздо быстрее чем в целом у людей живущих стране чем в среднем по стране он потихонечку начинает там с чего-то может быть существенно ниже его уровня квалификации потому что язык потому что не освоился может быть вообще профессии такой нет ему надо менять время занимает но вот он начал с чего-то и потом потихонечку пошел 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 и первые лет пять какая бы ни была инфляция за счет того что этот человек работает развивается как-то движется его собственный рост доходов кардинально опережает ту инфляцию которой мы до сих пор наблюдали вот я бы так сказал поэтому новичку инфляции бород бояться особо не нужно кроме того если мы говорим про инфляцию вычисляемую публикуемую там многие критикуют что они неправильно что они того не учитывают сегодня учитывать там еще чего-то но этой инфляции практически нет то есть она где-нибудь так если не полный ноль то на уровне там одного процента последние сколько это лет поэтому сейчас вот мы ожидаем что будет немножко больше инфляции будет выше банковский процент банк банковский интерес и вот говорят что это подстегнет инфляцию мы посмотрим как как будет в общем америка знала времена существенной инфляции но помнишь какой был интерес когда вы приехали что-то типа один из процентов в депрессивной экономики но с 11 до 36 это на наших глазах опускалась там в течение трех лет прежде чем мы купили что то есть мы приехали в самом начале плохих времен не знаешь наши друзья которые приехали вот в разгар инфляции до покупались и там у них под вас 16 процентов у них был первый первый моргин был 16 процентов а это были рейганов скорее гановика была в самом разгаре они в восемьдесят третьем году покупали дом и брали под 16 процентов да это и так тоже бывало вот во времена рейгана была такая существенная инфляция на трампа сейчас будем на трампа ну посмотрим да ну в принципе то что он хочет сделать это это тоже самое похоже на то что делал рейган то есть он снизил вес к налоги со словами что как если налоги снизить то будет больше оборот бизнеса соответственно налогов будет больше за счет большего количества бизнеса и даже там первый год так и получилось а дальше пошло поехало и вот мы там где мы сейчас поэтому поглядим это верно но не хочу чтобы нет не оправдал то есть она может быть оправдалась бы если бы они не делали всего остального что они там еще делали с тем что они делали конечно но не знаю это отдельная большая тема значит я считаю что мы поговорили про инфляцию вот и даже дорога сегодня не такая шумная как обычно я даже не знаю почему так получается ой мать мать не знаю я помню что так хочешь послушать а там шуршит так что друзья значит будем считать что мы об инфляции поговорили и как бы из того что было раньше да наперед никто не знает но из того что было раньше я бы сказал что если вы рассматриваете иммиграцию там перри перебраться в сша и так далее я я не думаю что вот инфляция как-то существенно на вас может сказаться если только например у вас нет большой суммы денег потом сейчас приехал миллион привез положил в банковскую ячейку наличными а дальше вот инфляция 10 процентов он каждый год по 100 процентов по 100 тысяч теряет например это конечно но но кто из вас имеет миллион в чемодане есть миллион чемодан надо бежать вы спал срочно покупать думать когда у тебя есть миллион можно так много всего и совершенно обязательно жить тут спалал то можно купить четыре замечательных домов здесь в тампе шутки у тебя посман да все прощаемся и до скорых встреч ближайшая встреча у нас произойдет буквально через час сейчас сейчас 9 9 часов вечера а ровно через час я выйду в эфир с нашей трансляции счастливо